Вы подсознание переехали? Ну, у нас постоянного места для проведения гейзеров подсознания не было, но дело в том, что здесь, наконец-то, я обрёл то помещение, в принципе, о котором мечтал, вот, потому что здесь нет тисков цензуры, хватающей меня за горло, за лимфатические узлы и за руки страшные места. Здесь можно представить всё, что я ищу, ужином и интересным, вот. Вот, и я планирую, ну, во всяком случае, в ближайшем время мой арт-проект «Гейзеры подсознанием» проводить здесь, вот, на территории арт-площадки Плумпалм. Вот, ну, начнём по проекту. Ну, это, во-первых, постоянный участник моих выставок, знаменитый Вильям Мельников, вот его, в данный момент он выставляет колтажи, обычно он драконогрешатель. Кстати, здесь, на открытии выставки 15 июля, на открытии «Гейзеры подсознанием» 7, он, по-моему, моей просьбе расписал ещё двух обнажённых девушек своими драконогрешателями. Вот, это знаменитая художница из Калифорнии Шахла Росса, вот, она также принимала участие в выставке «Энь-Ян» в музее революции в английском клубе. Вот, очень уважаемый мною художник, опальный художник, его, насколько я знаю, как бы галереи не очень балуют своим... Внимание, да. Знаменитый художник Александр Кедульхянов, вот. Вот, подожди, вот эта картина называется «Зайчик». Очень хорошие вот такие вещи. Вот, это художник из Кирославля. Лайск, ну, он у меня представляется постоянно. Денис Костромитин. Вот. Нет, это вот мой друг, он ещё, кстати, из «Гейзеров-1», Евгений Агнин. Он и художник, и музыкант, и поэт, основатель группы «Агния», потомственный шаман. Вот его работа, и там, с луфанами, картина называется «Купание луны». Это фотографии льда Антарктиды. То есть, у меня, я как уже говорил, художники не только из Москвы, из Европы, но также из Новой Зеландии, Антарктиды, Австралии и так далее, и острова Пасхи. Вот, это Валерий Царевич, мой друг, мы с ним дружим уже 28 лет. Начинали им песни ещё в варбатскую эпоху, когда он был в эпоху. Так, ну, это мои эти... Да вы нашли, что, Влади, давай на нас. Ну, а там и тима, да ну. А, ну, сейчас. Скромничаешь. Ну, что я могу сказать о своих картинах? Глаза бы мои их не видели, потому что уже, как бы, им более 10 лет, и они ценны тем, что это последние две мои работы, и с тех пор я ничего ещё пока не писал. Ну, как я уже говорил тебе однажды, да, живу надеждой, что, наконец-то, вот, скоро-скоро сяду за перо. Ну... Тебя-то как там назвал или в какой-то вписывал? Я себя, естественно, ни в каких стилях не вписываю, но я, как бы, определил... Этон назвал эзотерический символизм в сюрреалистическом изложении. Ну, да. Причём уже давно я это назвал, и, кстати, об этом написал уже, зафиксировал Евгеньев Пазарев из «Ногой религии». Ну, знаешь, вот, очень глубоко уважаемый человек в издательстве вечи сейчас, вечи. Вот. И он, ну, мы с ним встречались, отличный человек, очень я к нему с огромным уважением отношусь. Ну, в этих двух... Как называются они? Вот эта работа «Власть Сатурна» в силу определённых соображений, та картина, её называют верблюдом, вот. А, как ты её назвал? Эта картина называется «Пилигрим 1995». Она была написана в 2001 году. Почему она носит такое название? Потому что с 95-го года я встал на тернистый путь познания сокровенных знаний человечества, и не только его. Вот. Оккультная математика. Там просто зашифрованы чисто математические вещи. Поэтому это как-то сюрреализм это не назовешь. Сюрреализм это просто... Ну он же начинается с Сигмада Фрейда, да, там ассоциации. Нет, у меня это чисто... Почему ты к этому пришел? Не пришел. Ну привели. Не хочу, пошли. Не, ну честно, да. Нет. Ну, оттуда, ну да. Не, причем это не позиторство, а на самом деле. Я не хотел, чтобы и... Кто-то сказал, что Некрасов и математика, у меня не то, что там двуточник был. У меня единственная оценка за весь год там по математике была 2. За что меня отчислили, знаменитая школа 127-й, на Тверской, там школа рабочая молодежь, на все скупленными, с прутравочками, что они работают, хиппицы. А кто-то родители была в времени? Нет, родители обычные, нет, они и слабого есть. Школа на Тверской, школа-то на Тверской, работают. Ну и что? Ну что, я не обычный. Родители обычные люди. На чем занимаются тестики? Да нет, отец, он просто инженер, мама тоже там. На открытом проекте? Нет, на открытом. Иначе вы из-за границы не выпустили. А в Чехии какой-то проект еще уже начался делать? Я надеюсь, я собираюсь, планирую в Праге, в центре Праги делать очередные гейзеры, может быть, через год. Но там будут, конечно, доминировать и европейские, и американские художники, им больше позже туда доехать, чем сквозь астральный железный сан, потому что он все равно остался с этими визами, с этими, естественно, с этими сложностями. Ты каковы, как Европу, уже знаешь давно, как-то юлик. Ну, я и в Берлине жил, ну, в 90-е годы я туда перел, то, вот. Да, ну, в 90-е годы все. По уезду в Чехии было приобретение эйфории, эйфории, ошельничества, от всего этого, чтобы уйти в себя. Ну, и я настолько там ушел в себя, что я, когда я поймал себя на мысли, что я уже начал понимать язык птиц, я решил вернуться в Москву. Уф, вот, потому что... Глубоко копнул. Да, так глубоко, что перспектива быть жителем чешской матросской тишины мне что-то мало устраивало. Надо в тусовку опять, в драйв, вот, это самое. А ты путешествую в ходе ездил, в чем так? Нет, внутри себя. Нет, я очень часто путешествую на нижних этажах астрального плана. Частенько бывает, вот, особенно, когда после открытия гейзера. Сейчас я работаю. И все-таки в Германии, как тебе, по чехе разница такого русского искусства, чехословатского, чешского. И ты имеешь в виду сериализм? Сериализм, да. Как таковую разницу мне. Что касается сериализма, все мы братья-сериалисты, нас мало, но мы... Вот, никакой. Это как диагноз, понимаешь? Вы шизофреники, а не русские, чешские. Что тебе сейчас не хватает, как вот... Денег. Что сейчас в проекту гейзера, как бы, вот, требуется, в первую очередь, волонтеры. Проекту гейзера требовался свободный, свежий воздух. То есть, я имею в виду цензуру. И, наконец-то, вот, я ее приобретел на этой арт-площадке Плумпал, где мы сейчас с тобой находимся. Это первое. Что нужно гейзерам? Гейзеру нужна свобода. Надо куда гейзерировать, брызгать в разные стороны, чтобы никто этому не препятствовал. Никакие постаменты, указы и бюсты. А были до этого какие-то цензурные рамки такие, да? Жесткие. А почему? Причем в каждой галерее, даже в галерее современного искусства, цензура живет и продолжает брать за горло. Так что вы видите, кем Александр Сергеевич Пушин, а он живет. То есть, здесь нормально? Плумпал, это самая та площадка, которая позволяет его наборить, да? Ну, я надеюсь на это. Пока мне никто не сказал, не выразил недовольства по поводу каких-то работ. Причем среди работ, которых я представляю, там нет ни порнографии, нет ни каких-то вещей, которые я тоже не приемлю. У меня совет цензур тоже есть, но и другим путем. Вот, ну... Ну, да, то есть, площадка такая за... Слушай, а, ну, что сейчас, как у гейзеров сейчас все происходит? Что сейчас? Ты один, у тебя партнеры, как все? Я был один, вот это самое, был одинокий волк, пока шею жизни в этой стае. Я передавал людей, которые к тебе приходят, и которые у тебя выставляют какие-то вещи, наверное, как-то вот, ну, как бы это их... А что ты имеешь в виду? Ну, я имею в виду вот это духовное направление, вот это вот, как сказать, немножко... Люди, которые к тебе приходят, они все духовные, да, все разные, все разных мер и преданий. Да, идеально. У всех что-то есть, что-то такое, да? У них... Что их единит, что их объединяет... Сейчас, если... Ну, нет, это ладно, это я их объединяю. Сейчас я тебе скажу. У... Как же... Что без рамок такой творческий? Не в том дело, нет. Сейчас я их пытаюсь сформулировать. У меня вчера некачественная водка была. Никак не могу сформулировать. Я бы больше, наверное... Сейчас... Сейчас, подожди, блин, блин... Сейчас... Да нет, 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 нет... Да нет, сейчас... Их объединяет, так же, как и отличает от остальных особей, да, человеческих, более зоркое всматривание по ту сторону бытия. То есть, люди, которые видят все доброе... Да, да, да... Причем они видят все разное, и как бы... Люди их чувствуют. По имени... Вот, экстра... Ну, сенситивами... Сенситивами, конечно, безусловно. Да. То есть, так это, в общем, не объединяющее такое. Да, да, да. То есть, они... Вот один просматривает другой мир там, да, может он... То есть, это люди, каждый из которых своими корнями произрастает в своем измерении. Вот. Как и есть. А сколько людей, так вот всего, постоянных, как бы, посетителей... Сколько людей выставляют сейчас? 23? Не, ну, 100. 100, да. Да. Ну, ну, так... 60, 120... Ну, как... Давный тренер, знаешь? 120 на 8, да. Да. Какие еще походные проекты получаются? То есть, получается, вместо встреч людей, да, вот какие проекты из этого рождаются? Какие проекты из этого рождаются? А, про это или нет? Ну, ты же собираешься делать сейчас тренинги, да, и... Всякие шоу там, да? Да. Я, как бы, объединяю не только художников, я объединяю всех творческих людей, каковы мы сам и являемся, да, поэты, музыканты, художники, все, что угодно, любых направлений. Из импумента уже ты получаешься? Чё? Ну, сколько уже? Года два, наверное, да, здесь или год? Да нет, ну, что... Ну, только что, ну, ладно, как бы, что... А мы здесь делали просто... Ну, потому что у нас музей революции не... А... Нет, я здесь делал вторую презентацию выставки «Инь-Ян», которая проходила... Ну, сюрреализм полный. Сначала туда все пришли на открытие выставки. И, как мне сказать, блин, вот это полный сюрреализм. Первый раз, говорит, видим выставку, где ни одной картины нету, все пришли, фуршет, понимаешь, открылась выставка, картин нету, картин нету. Музей революции, где картины? Я говорю, картины будут потом, это самое, значит, попозже. А сейчас мы просто делаем презентацию этого выставки. Потом я сделал вторую презентацию выставки «Инь-Ян», вот как раз на территории Плампалм, 31 марта, когда ты здесь был, да? Вот, тоже люди пришли, тоже картин нету, а где картины? Я говорю, а картины теперь уже висят в музее революции. Вот, завтра можете туда сами приехать и их посмотреть. То есть у меня две презентации международной крупной художественной выставки прошло, собственно, без наличия картин. Картины, да. Ну, своего рода сюрреатизм, когда… То есть определенно уже когорт людей, которые сюда приходят, которых ты приглашаешь, которые знают тебя, которые знаешь ты, да? Да, причем приходят строго по спискам. То есть есть большое количество людей, которые хотят прийти? Да, есть большое количество людей, которые хотят прийти, но которых я не хочу видеть. Они у нас занесены в черный список. Да. Да. Это как раз… Не, ну, честно, все верно. Да. Пармога. Ну, что ты… Это вот так… Нет. Нет. Нет.